Самый крупный змей зоопарка питоника по кличке Анфиса стала счастливым родителем. Сейчас ее малышу только полтора месяца, и он совсем маленький. Но через пять лет он станет большим, как его мама. Алисе Денисовой только четыре года, но змей она видит не в первый раз. И они ее совсем не пугают. По словам девочки, хвост у змеи прямо как у лошади, а кожа совсем не как у людей. Очень пушистая и красивая, очень красивая и пушистая. Самые крупные змеи самарского зоопарка, питон Мурзик и его подружка Анфиса, стали родителями. На свет появился один питончик. Сейчас ему полтора месяца, и он уже питается грызунами. Также малыш родился у пары у чистых полозов. Работники зоопарка рассказывают, что самый важный момент именно в вылуплении. Бывает, что детеныши слабые, и им требуется поддержка со стороны. Но главное создать в террариуме определенную температуру и влажность. Инкубация у всех рептилий производится специализированных инкубаторов. Для того, чтобы была большая вероятность того, что потом выход потолстый. Я даже не знала, что они по 17 яйц откладывают. Я думала, там поменьше, либо одно, либо два. Но то, что они, оказывается, откладывают яйца, а потом их оплодотворяют, и потом вылупляется 17 и одно. Самарцы могут сами придумать имена питончику и малышу у чистого полоза. Сделать это можно в группе в соцсети Самарского зоопарка. Никита Борисов, Дмитрий Мешканцов. События. Никита Борисов, Дмитрий Мешканцов. – Далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова